Переходим к следующему фрагменту. Это 13 глава со 2 по 10 стихи, и сейчас мы его прочитаем. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дано было ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Уагнса, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. А вот в этом фрагменте мы уже с вами встречаемся с Ансихристом или со зверем. Он нам представлен как еще одно действующее лицо. Немного мы с вами познакомились с ним в шестой главе. Более детальное описание было в одиннадцатой главе. Однако там он не описывался так подробно, как в тринадцатой главе, вот в этом фрагменте. Итак, какие отличительные особенности зверя, мы можем с вами перечислить. Итак, в первом стихе мы с вами видим то, что он вышел из моря. Это зверь с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохуйные. Далее, в другой главе, в книге Откровения, будет дано толкование и объяснение, что это за головы и рога. Но на протяжении многих лет и, может быть, даже столетий, богословы ведут спор о том, будет ли это только одна личность или же это будет все-таки союз или альянс нескольких государств. А я больше придерживаюсь с точки зрения о том, что, возможно, это будет альянс различных государств во главе с одним правителем. Хотя, очень часто, он описывается как личность. Но, с другой стороны, есть еще такое описание, что он не один, он в каком-то взаимодействии с другими странами, с другими народами. Обратите внимание на то, какие животные используются для того, чтобы описать его отличительные характеристики. Не забывайте о том, что Иоанн увидел видение, которое дано было ему Иисусом Христом. И он должен был описать этого зверя. Естественно, это не означает, что он действительно выглядит как барс. Здесь используются различные образы, картинки для того, чтобы описать качество этого зверя. Можно сказать, что барс — это жестокое и лукавое животное. И, как многие звери 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 звери, он будет убивать для веселого, а не для того, чтобы поесть. У меня дома кошки есть, и они очень часто так поступают. Например, кошка схватила птичку, приносит ее домой, перегрызет ей крылышко, покатает ее со стороны в сторону, поиграется с ней. Кошка не была голодной, она не хотела есть, она делает это для забавы, ей хотелось поиграть. Кроме этого, используются еще два животных — это медведь и лев. Медведь, да, считается символом России. По крайней мере, Россия часто представляет в виде медведя. По крайней мере, в Америке Россия именно так представляет, потому что всегда говорят «русский медведь». А медведи, как вы знаете, это очень сильные животные. И умные. И то же самое касается и льва. Поэтому вот эти животные, описанные здесь, символизируют невероятную силу, невероятную мощь. Откуда же этот зверь получил вот такую силу? В конце второго стиха говорится об этом. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Значит, зверь получил силу от сатаны, здесь он называется дракон. А о драконе мы с вами читали в последнем фрагменте двенадцатой главы. А кто же дает власть сатане? Бог. Совершенно верно. И поэтому не нужно думать, что этот зверь, под зверьем может подразумеваться как отдельная личность, так и альянс различных государств, что это нечто произошедшее в неведении Бога и не контролируется Богом. То есть они делают только то, на что дана им власть от Бога. А я думаю, что в третьем стихе мы можем найти очень интересные факты об антихристе. Обратите внимание, написано, и видел я, что одна из голов его была как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелена. Либо это один какой-то народ, это государство какое-то, либо это вот руководитель какого-то государства, то есть отдельная личность, какая-то была нанесена ему смертельная рана, но он исцеляется. Здесь говорится, как бы смертельно была ранена. И здесь для меня остается загадкой, остается тайной этот факт, действительно ли было вот это смертельное ранение, или это была какая-то уловка, это был какой-то обман, потому что как бы смертельно была ранена. Мы еще с вами вернемся к этому моменту, потому что об этом будет сказано чуть позднее. Но эта рана, как мы говорим, как бы смертельная, была нанесена либо человеку, личности, либо какому-то альянсу. Однако что-то здесь такое есть удивительное в этом исцелении и вообще в самой этой ране, что люди были удивлены, были шокированы. Если это описание человека, то они увидели в нем того, кто имеет власть над жизнью и смертью. И это предлагает людям надежду. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Обратите внимание на 4 стих. Когда они увидели вот это событие, произошедшее в 3 стихе, они поклонились зверю и говорят, кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним. Помните, мы с вами говорили о том, что в это время уже устранена общая благодать, ее нет в мире. Все в мире очень сильно изменилось. Мы говорили о том, что произошли бедствия в океанах. Загрязнение источников питьевой воды. Очень много бедствий различных произошло, и люди были в страхе. И, естественно, когда люди боятся умереть, то они оцепляются за что угодно, что дает им надежду. Им страшно умереть, потому что смерть означало бы то, что им придется предстать пред Богом. И вот в этот момент, когда они отчаянно стараются выжить, появляется либо человек, либо вот эта группа, либо этот альянс, который, как кажется, имеет возможность противостоять Богу и дать им то, что им нужно. Сорок два месяца, это три с половиной года, зверю дана власть, богохульствовать, говорить хулу, произносить хулу на Бога. То есть вместо покаяния, вместо того, чтобы быть на стороне Бога, этот человек или эта вот группа, они поднимают восстание против Бога, начинают войну. Они заявляют этому миру, что мы можем успешно воевать против Бога и мы можем одержать победу. Но для того, чтобы это произошло, Антихрист предложит им предоставить ему абсолютную власть. Итак, еще раз повторяем, в пятом и шестом стихах говорится о том, что он богохульник. А в седьмом стихе мы с вами читаем, что он не просто против Бога воюет, но он успешно воюет против святых. Другими словами, здесь общественное мнение будет направлено против верующих людей, против святых. Так же, как во время фашистского режима, Гитлер смог изменить общественное мнение, и люди презирали евреев. И Антихрист в это время может сказать что-то подобное, что эти верующие люди, они поклоняются Богу, тому Богу, который посылает так много несчастья и бедствий на нашу голову. И если мы до Бога добраться с вами не сможем, по крайней мере, мы можем навредить его детям, его последователям. Обратите внимание, что ему поклоняются, и поклоняются ему все, написано, живущие на земле, которые кроме верующих людей. Восьмой стих. И так, вся власть, которая у него есть, была ему дана. В пятом стихе, посмотрите, даны были ему уста от сатаны. И в седьмом стихе, снова это выражение, и дано было ему вести войну. И в седьмом стихе тоже это выражение, и дана была ему власть над всяким коленом и над всяким народом. То есть, вот это выражение указывает на то, что власть ему дана была Богом. А если Бог дает кому-то власть, что еще Бог может сделать? А он может эту власть забрать. А он так и поступит. Но пока не сейчас, не в это время. И так, ему дана власть Богом. А вот в этом фрагменте использованы глаголы в пассивном залоге. Да, есть пассивный залог указывает на то, что что-то было сделано по отношению к предмету, а не то, что он сам это делает. Еще раз повторим. Кто дал зверю его власть? Обладает ли сатана этой властью сам? В 12 главе, в 12 стихе говорится о том, что нет у него такой власти своей. Поэтому Бог дает всю эту власть. И в 12 главе мы с вами говорили о том, что Бог уже заявил о своей победе. Поэтому сатана побежден, он низвержен. И на небесах уже начался праздник по этому поводу. Там уже радуются и ликуют. Несмотря на то, что сатане будет принадлежать еще власть на протяжении нескольких лет. Подводя итог, скажем, что планы и замыслы зверя возможны только потому, что Божьи замыслы осуществляются через них. Похоже еще на одну маскировку. Бог дает зверю власть. Зверь использует эту власть и направляет ее против Бога. И вот, используя свою власть, поступая каким-то образом, все равно получается так, что Божьи замыслы осуществляются через все это. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...